всем доброе утро мы тут немножко одеты обычно штаны и джинсы смотрите кудри начинают виться это мне совершенно не нравится аллергия у меня так и не прошла но она наверное не скоро пройдет идите кудри вьются кудри вьются кудри вьются пойдем домой вроде как погода сегодня ничего хотя нет ветер дует ветер дует и могуч нагоняет стая дочь замучил уже мама и все поработали с утра покушаем сейчас и опять на работу рабочий день никто еще не отмечал не отмечал не отменял нет ветер слышите какой ураган наверху да что же он такое то замучила же чарли байнаки так дети нам не нужны пойдем здесь байнаки байнаки да и там машины ездят ой смотрите голубь наверное вы вылупился вот там голуби живут наверху под крышей может на накакать какая здесь грязь накакать могут голуби видите как здесь а вот это вот наверху у нее собаки она вот моет все это санье отсюда вот воняет потом фу в общем пипец какой узочки про узочки как у нас родственник живет у которого маленькие собачки щенятки по месяце ноль полтора уже и а вчера с большими гулял такие три собаки у них представлять юрса и но все равно за ними ухаживать надо не такие суетливые ветер затолбал уже этот ветер когда он уже пройдет персты идите еще у чарли хвост летает хвост летает клубица клубица есть сегодня буду что и вчера курица осталось каша тоже осталось огурчик еще порежу зеленый вчера тоже огурчик порезала я не могу так сухомятку есть мне нужен какой-нибудь лица либо салат либо огурчик ну все поехали небо все затянуто и ветер стих какая-то лапа когда ветер стих и сразу знаете как-то даже теплее стало мы в общем отработали 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 идем на пляж как всегда погулять сразу народа много побольше но застегнуться все-таки надо видите какое небо у нас бежит какая-то собака с моим чарли наверно играть мне тут полный карман и я как будто знаете тут поводок чарлин тут всякие телефоны всякие пакетики чарли может на него и поручать там все на это вот видите вот видите начинает уже драться забияка забияка он у меня знаете как берется ему просто когда собаки другие докучать начинают и он на них вот так вот рычит чтобы они от него как бы отвалили типа отвали моя черешня а не так чтобы ему подраться с кем-нибудь а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Помните, я вам говорила, паркуются где хотят? Вот как его припарковали, этот мотоцикл, так он и стоит. Наверное, до первого числа будет стоять. Потому что у нас как, с первого по шестнадцатой на этой стороне паркуются, шестнадцатой до тридцатого или тридцать первого на этой стороне паркуются. Так самое интересное, что мотоцикл этот паркуется только вот на этой стороне. И не знаю почему, с чем это связано. Вот, я немножко припарковалась далековато, потому что нет парковочных мест. Хотя, в принципе, не так и далеко. Минуты три. Пишкарусом. Сейчас пойду наверх, на завтра дождь передают. Я посмотрю, что там, может быть, прикрыть надо что-то, чтобы никуда не затек, не затекла вода. Смотрю, может быть, освободились парковочные места. Потому что, знаете, как ищешь, ищешь, только припаркуешься, где-нибудь у черта на куличках. И глядишь уже, блин, подходишь к дому, есть свободное место. Чайный рынок. А то могут у соседей выйти, а он на них погавкать. Он любитель меня погавкать. Сегодня такая клиентка заходит. Ну, как всегда, ее встретил гавканьем. И потом что-то разговаривала. Она уходить. И такая, Чарли, пока Чарли спал на диване, даже на нее не посмотрела. Такая, не поняла, говорит. Что-то у меня ничего, я вроде димбер ворв обиделась. Ой, смеха велика вообще. С этими клиентками, с этими собаками, правда? Пойдем. Нагулялись. Хорошо так. Но все равно на пляже небольшой ветер. Прям на самом пляже, где вода. О, где вода. Где море. И там прямо это, дует так прохладненько. У нас что-то соседи ремонт делают. Вот эти на этой неделе красили все. Знаете, гулят. Надо же. У меня, значит, прикол был. Знаете, каков че. Он, в общем, у нас сломался обогреватель. Вот. И муж его не ремонтировал и не выбрасывал. Знаете, что я делала? Его вот сюда ставила, прям при входе. Чтобы он, когда заходил, он об него спотыкался. И так делала каждый день. Знаете, сколько у меня запотратило дней на то, чтобы он его выбросил? Ровно три дня. Не разговаривала, не ругалась. Просто ставила вот сюда. Он тупо заходил и натыкался каждый день на этот, как говорится, обогреватель. А так как это его вина, то он мне даже сказать-то ничего не может. Потому что, что он мне скажет? Не ставь мне его. Я бы сказала, выбрось его или отремонтируй. Вот. И, значит, сегодня то же самое произошло на обед. Он заходит, опять этот обогреватель, как говорится, у него на пути. Он его вынес, вытащил туда, за дверь. И сейчас иду, гляжу, нету, выбросил. Вот, представляете, меры какие. Это вам такой лайфхак с мужем. Теперь мне нужен новый лайфхак. Не лайфхак, а новое обучающее средство. Или как это можно назвать. В общем, чтобы он мне положил вот этот вот, сделал вот этот шланг наверху. Где тоже не буду ни разговаривать, ни ругаться, ничего. Я просто буду этот шланг класть вот на его кресло, где он сидит каждый вечер. Вот, потому что я уже один раз сказала, что его надо прилепить, да. Он, что, 15, что он не знает, что ли, знает. Ну, и чтобы напоминать, я просто-напросто буду этот шланг вот так брать. Вот так его. И вот на его место вот сюда класть. То есть, прежде чем сесть, он будет вспоминать о том, что нужно прилепить этот шланг. Вот, представляете, какие меры нужно использовать, чтобы что-то сделалось в доме. Я не знаю, может быть, у всех это так. Или только у меня у одной. Ну, прежде чем что-то сделать, нужно раз 15-20 сказать, предупредить. Иной раз наорать. Ну, наорать вообще не помогает. Ну, знаете, зато душу, как говорится, это, как говорят, вот наорёшь, типа ничего не поможет. Зато я выругалась, отвела душу, стала спокойной. Хоть и без результата, зато потом можно спокойно придумывать какие-то новые способы, чтобы тебя выслушали. Ой, не могу. И смех, и грех. Не, ну, три дня, я думаю, не так и много для того, чтобы этот обогреватель выбросился. А стоял он у нас месяца три, представляете? Месяца три я ходила за ним, отремонтировали и выбросили, отремонтировали и выбросили. Пока не додумалась я вот до такой схемы. Пользуйтесь! Заварю себе сейчас чай. А ещё знаете что? Блин, у меня ещё клубника есть. Чё-то клубники уже не охота. Оливки хочу, представляете? Время 8 вечера, а я оливки хочу. Сейчас немножко по-фрунскому. Вместо семечек они у меня такие вкусные-вкусные. Вкусные! Вкусные, вообще люблю оливки, огурцы, солёные. Помидоры нет, помидоры не люблю. Мне уже много раз сады. У меня ложки специальные. Таня дарила. Они там теперь гуляют без меня. Хотя время уже темно, наверное, уже отгулялись. Чё-то даже ничего не пишут в группу. Наверное, там всякие делали вкусняшки. И всё без меня, представляете? Работа опередина Федота. Блин, одна оливка свалилась куда-то. Ну и чего. Будет и на нашей улице праздник. Будем мы гулять как-нибудь. Потом хоть нам фоточки какие-нибудь вышлют, может быть. Говорю нам, потому что ещё одна подруга тоже не смогла поехать. Поэтому у нас двое. Какой-нибудь чай завалить надо. Вкусненький. А какой даже не... А, ройбуш. Сейчас заварю. Шоколадный и с апельсином. Но апельсином там не пахнет, а шоколад, да, есть. Даже такие кругляшки. Шоколадный, сейчас покажу. Музыка на... Блин, а мне его мало осталось. Надо ищи новый купить. Тайна его... О, кстати, он без сахара. Я сейчас сахар почти не пью. Но только утром с кофе. Вот. А чтоб сладенький был. Там прям, смотрите, шоколад есть. Видите? Вот этот кругляшок, это шоколадка. Вот ещё один. Вот. Ужин мой. Смотрите. Та-дам! Что-то в Меркадону не поехала, не охота была. Знаете, нет настроения. Может быть, в понедельник, чтобы купить каких-нибудь фруктов. Я ещё компот не сварила. Помните, покупала себе яблоки? Компот всё никак не сварю. И вот с чем я сижу с абрикосами сушёными. С курага. Бом. С курагой. Будет у меня такой ужин. Да. Рыбуш с курагой. Две штучки, наверное, съем. И оливочки похрумсую. Так. Такой вот у меня ужин. Когда Чарли не на моих ногах, например, я сижу, то он любит вот в этом углу спать. Это его любимое место. Он ещё иногда может подушку вот эту вот опрокинуть вот так и лечь сверху на неё. А если я лежу, то он лежит, естественно, на мне. Вот. Так что я вот тут буду с вами прощаться до завтра. Завтра дождь обещают, поэтому я даже не знаю, что мы завтра будем делать, как мы будем с Чарли гулять. Я на террасу уже сходила, замела там всякие. Знаете, хоть мы и живём как бы высоко, да, но всё равно заметают всякие листья какие-то летают. А у нас ещё такие же ураганы были, что пипец всему. Вот. А если завтра дождь пойдёт, то всё это прилипнет, потом и хрен наддерёшь как. Шланг-то у меня ещё не предела. То есть воды там как бы такого и нету, чтобы мыть. А летом всё равно надо крышу мыть. Туда иной раз и Чарли сходит в туалет. Конечно, потому что если, например, завтра дождик, мы с ним не пойдём гулять, то ему куда-то надо сходить, опорожниться. У меня вообще пипец. Детский сад. Посмотрите, игрушки валяются как. Это вот он сегодня в обед всё раскидал. Собирая, не собирая, и по барабану раскидает их все. И довольный лежит, спит, отдыхает. Вот такие вот у нас дела на завтра, что никаких дел. Ну, если будет дождь, то так, представляете, я так люблю утром просыпаться, и вот так вот дождь барабанит. Это бывает у нас, бывает очень редко такое. Вообще очень-очень редко. Вообще говорят, что этот год очень засушливый. Вот, потому что по весне всегда дожди идут, а у нас ещё не было ни разу. Вот, и вот я так хочу просыпаться. А ещё у нас время переводит сегодня, представляете, на час раньше. Пипец. То есть будем спать меньше. Зачем этот перевод времени, я так и не понимаю. Как хорошо в России, там ничего не переводят. А здесь, блин, я уже перевела себе работу тоже на час. Вот, и заметно. Так что завтра мы, если проснусь в 8, то это будет в 7. Хотя я сегодня тоже в 7 встала. У меня уже организм сам перевёлся. Представляете, не знаю, в 7.12 проснулась. Прям помню сейчас, что было 7 часов 12 минут. Потому что очень светло. Утром просыпаешься, и прямо на улице день. А я не люблю жалюзи закрывать. Я не люблю в темноте вот так вот. Я люблю просыпаться в полном, как говорится, чтобы светило солнышко, и чтобы я видела, что день начался. А так мне как-то депрессивно. Я вообще люблю свет, чтобы всё было светло. Даже специально вот эту лампу купила, чтобы сидеть, чтобы было светло. Я люблю светло, тепло и уютно. Вот как я люблю. Наверное, все так любят. Поэтому мне нужны всякие пледики. Например, вот такие. С этой стороны один, с другой стороны один. Всякие подушечки. Вот. Создавать уют. Вот такие дела. Опять я заболталась с вами. Всё, глаза у меня всё так же чешутся. Вот. Ну, надеюсь, что скоро пройдут. Не знаю, нет, конечно, я могла бы накраситься и все дела. Но потом у меня просто, когда смываю косметику, то это будет пипец вообще. Трогать вообще нельзя. Ладно. Буду с вами прощаться до завтра. Спасибо, что у меня есть. За ваши комментарии, за лайки, за дизлайки. За всё, за всё самое... Вам большое спасибо. Отдыхайте воскресенье. Ещё целое воскресенье впереди. Хотя... Ну да. Сегодня же суббота. Завтра вы мой влог будете смотреть. И всего вам самого наилучшего. Хорошего воскресенья. Ясно, солнышко над головой. Хоть нам его и не обещает. Но дождь. Нас тоже мы любим. В общем, всего-всего вам самого лучшего. И пока-пока. До завтра. До встречи.